хочу сказать слава господу слава богу передо мной брат говорил что он не проповедник но я думаю что если в нас живет иисус и мы общаемся с ним постоянно у нас будет что сказать у нас будет чем поделиться я рассуждал брат и во мне прошлого воскресенья попросил сказал будешь проповедовать но я так думаю ну кей меня неделька есть можно подготовиться я думал ну шо ж шо ж мне говорит конец года рождество христово шо ж не шо ж я нового могу сказать я хотел бы просто поделиться некоторыми слями которые мне пришли на сердце я бы хотел чтобы мы все с вами открыли евангелие от иоанна 17 главу здесь иисус иисус молится об учениках своих очень иисус молится такой молитвой еще называть первосвященническая молитва и я хочу начать 17 глава 11 стих я прочитаю а потом с 18 по 23 он говорит я уже не в мире но они в мире а я как а я к тебе иду очень святый соблюди их во имя твое тех которых ты мне дал чтобы они были едино как и мы теперь 18 стих ниже как ты послал меня в мир так и я послал их мир из-за них я посвящаю себя чтобы они были освящены истинною не о них только молю но и о верующих меня по слову их да будут все едино так как ты отче во мне и я в тебе так и они да будут в нас едино да уверует мир что ты послал меня и славу которую ты дал мне я дал им да будут едино как мы едино я в них и ты во мне да будут совершенны воедино да познает мир что ты послал меня и возлюбил их как возлюбил меня слава господу мы здесь видим такой момент иисус стоит перед отшествием на небо и он уже в 11 стихе говорит я уже не здесь я уже я уже перехожу но здесь я остаются люди которые веруют меня и он говорит им одну такую великую тайну он говорит им можно как сказать я бы хотел бы назвать эту проповедь единство как повеление он он говорит да будут они едины как и мы то есть кто-то они и кто это мы они он обращается к ученикам своим к народу своему к уверовавшим а мы это как бог но чтобы но чтобы нам увидеть эту этот контраст или этот пример мы должны мы должны посмотреть кто такой бог и вообще какому богу мы служим мы вообще служим богу отцу богу сыну и богу духу святому они являются три единой личностью они являются три единой личностью у них если мы посмотрим по описанию у бога есть и чувство и воля ибо в бога есть характер и вот эти три личности святые они друг другу не противоречат бог 3 1 и как это понять вообще это три единства вообще цифра 1 и 3 они как-то они не вмещают друг друг друга если так подумать и наш интеллект он очень маленький чтобы нам вместить этот такую истину как это бог может быть 3 1 но мы что знаем о боге что он состоит из трех личностей бог отец бог сын и бог дух святой вы с этим согласны аминь мы можем увидеть в это в первой главе библии в бытие первой главы 26 стихом написано и сказал бог написано как одиночное число и потом горит сотворим человека то есть множественное число по образу нашему и подобию нашему то есть бог творил человека в совете между собой правильно а затем мы видим дальше такие моменты когда моисей стоял перед богом и бог ему давал поручение чтобы идти выводить народ и после того как он это получил моисей спрашивает у бога говорит когда они спросят что мне сказать кто меня послал он говорит сущий послал тебя его имя сущий и когда ученики просили иисуса научи нас молиться он первые слова сказал отче наш сущий на небесах понятие сущий означает что он всегда сущий и везде он прибывает всегда и везде он он не существует во времени он существует вне времени то есть понятие вечный значит это без начала без конца это значит до того как время было бог уже был мы это можем найти в бытие первой главе вторым стихом говорится господь носился и дух господин носился над водой то есть до того как время произошло до того как бокса твое время бог уже там был вездесущий как это понять вообще что такое вездесущий ну то есть он прибывает везде одновременно сейчас утром вот воскресное время я думаю что во многих штатах америки в этой time zone мы все собираемся перед богом правильно и бог не разделяется бог не отдает там кусочек нашей церкви кусочек той той церкви он не разделяется на много кусочков и каждому по чуть-чуть мы находим писание что бог каждому отделяет особое внимание когда мы его призываем вы с этим согласны аминь и если посмотреть еще на большую как картину то в мире находится два с половиной биллиона людей которые христиане если если посмотреть то бог им всем отдает как как по-английски есть undivided attention каждому из нас и такому богу мы служим но бог во всем своем величии когда он молится этой первосвященнической молитвы он говорит мы едины и я хочу чтобы мой народ который здесь остается люди которые следуют за мной чтобы они были едины как и мы три едины бог своем величии проявляет единство потому что у бога была цель какая у бога была цель у бога была цель спасти людей а сын он вообще он не при не написано нигде что он превозносился над отцом дух святой не превозносится над сыном или над отцом потому что они едины у них есть гармония и единство и мы читаем вот в одиннадцатом стихе чтобы они были едины как и мы то есть как бог едины насколько бог едины он горит так и они то есть мы как церковь должны быть едины он не обращается в мир он потом говорит что мы еще коснемся этого то что такие они они это мы и мы можем спросить боже так само как ты бог говорит ну да ну на сто процентов он говорит ну да я же я я прошу чтобы они были настолько едины как и мы с отцом и с духом святым едины но господь я так не могу мы мышь мышь люди здесь мы все ошибаемся на двадцать пять процентов может быть вытянем или на двадцать он но так само как и мы так и вы должны быть едины и и мы будем дальше смотреть почему он так говорил в библии в библии не написано слово троица вы я не находил слова троица в библии мы можем посмотреть по характеристики по характеристике бога и посмотреть на его атрибют какие у бога есть какие у бога есть ценности и мы нигде не можем найти что бог противоречил сам себе от иоанна 5 глава 30 стих иисус говорит я ничего не могу творить сам от себя как слышу так и сужу и суд мой праведен ибо не ищу воли моей но воли пославшего меня я верю что когда бог сотворил мир когда был на небе совет и до сотворения мира мы можем найти что что сын согласился пойти на положить свою жизнь за нас и это это просто невместимо это как например молодой человек влюбляется в молодую девушку и он каким-то сверхъестественным образом может видеть наперед и может знать что она его предаст и не только предаст но но и за нее он будет сидеть в тюрьме и когда выйдет она за него никогда не вспомнит и так само вот эта картина это иисус христос точно так же когда он творил мир он он когда к нам и шел он когда сотворил мир он уже знал наперед что люди которые за которых он пострадает никогда не смогут его понять никогда не смогут вместить ту любовь которую он подарил к нам и так в чем заключается единство как понять единство я посмотрел словарь и в словаре есть несколько некоторые такие слова интересные то есть definition единство это цельность цельность это вот одно целое вот как вот вот взять яблоко да оно оно не разрезано оно не покусно но целое нераздельность не разделяется никогда сочетание в одном целом и неразрывность связи то есть когда оно сплавленное вместе когда оно когда оно уже как однородное то оно неразлучное и затем я посмотрел там есть dictionary идет definition а потом ниже идут там такие как антонимы но антонимы это противоположные слова и антонимы единство является там несколько слов конфликт рознь несогласование и противоречие то есть когда когда ну не соглашается с мнением или когда не могут прийти к одному целому мнению или не стремятся в одну цель то получается противоположное единство апостол Павел в 1 Коринфянам 3 главе с 3 по 7 стих говорит такие слова 1 Коринфянам 3 глава с 3 по 7 стих потому что вы еще плотские ибо если между вами есть зависть споры разногласия то не плотские ли вы и не по человеческому обычаю поступайте и здесь такая как дилемма была в коринфянской церкви там было разделение одни слушали Павла одни слушали Аполлоса и говорит ибо когда один говорит я Павлов а другой я Аполлосов то не плотские ли вы почему он их называет плотскими ну Павел и Аполлос это же были божьи люди ну там ну вроде бы как-то все нормально да но он говорит в 5 стихе кто Павел кто вообще Аполлос они только служители через которых вы уверовали и при том поскольку каждому даровал Господь и затем он говорит я насадил Аполлос поливал но взращивал же Бог посему и насаждающий и поливающий есть ничто а все Бог возращивающий то есть мы видим здесь такой конфликт произошел видим антоним единства у них был у них была противоположность единства они разделились как церковь и не могли между собой общаться и апостол Павел говорит зачем вы это делаете какая наша цель наша цель не следовать за каким-то человеком наша цель приводить людей к Богу наша цель направлять туда потому что насаждающий поливающий ничто а все Бог взращивающий церковь должна быть едино и иногда я замечал так некоторые братья из одной конфессии или из динаминации они ненавидят друг друга или не могут даже общаться с друг другом просто по по причине если они просто не нашли разошлись мнением я недавно читал одну историю в одной церкви было ну такое разделение немножко и один парень зашел в церковь и там на членском собрании один дьякон против одного брата которого жена играла на фортепиано они друг на друга кричали и конфликтовали сильно и он не мог понять что происходит в конце в конце собрания он понял что происходило они не могли сойтись мнением в каком углу будет стоять пиано они не могли сойтись мнением в каком углу будет стоять пиано и они просто уже были готовы начать махать кулаками из-за этого. То есть единство церкви у нас должно быть во всех сферах нашей жизни. И если я хочу единства и требую от других, чтобы они делали так, как я понимаю, это actually дефиниция эгоизма. Вообще вот эти вот измы, откуда они происходят? Изм, коммунизм, фашизм, эгоизм. Изм начинается, когда вокруг меня все должно быть так, как я думаю. Я возвышаю себя на троне, и там уже не Бог в цели нашей стоит, а стоит наше Я. Наше такое великое, большое Я. И из этого начинается вот эти вот коммунизм. Вот почему коммунизм или фашизм возникли? Потому что они ненавидели некоторых людей, и они хотели свою нацию возвысить, и они хотели всех остальных убить. Можем подумать, что единство заключается в том, когда мы будем думать одинаково. Но единство, кстати, заключается в том, что мы все разные. Мы все абсолютно разные. Мы как люди, мы разные. И дары у нас разные. У нас бездарных нет. И на одно и то же действие мы можем смотреть с разных сторон. Но мы должны дополнять друг друга. А, по-моему, апостол Павел в Ефесянам, он там говорил, он сравнивал образ церкви, какая церковь должна быть. Церковь, он сравнивается с телом. Вот как тело, да? И все члены имеют разные функции у нас. И вот представьте, если наше сердце сказало бы нашим глазам, вы один раз в сутки отдыхаете, а я уже 40 лет стучу, давай я возьму отпуск на дня 4. Ничего бы не получилось, правда? Все органы в нашем теле, он просто показывает вот этот образ церкви, как церковь должна работать. Церковь должна работать в единстве. И всех у нас различные дары. И все мы помогаем Богу различными путями, но у нас цель одна. У нас цель одна – сохранить тело живым, чтобы тело было живое, правильно? Аминь. Итак, мы уже движемся в следующий поинт. Какая цель единства? Какая цель единства? В 15 стихе 17 главы говорят такие слова. «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». И затем он говорит 20 стихом. «Не они же только молю, но я верующих в меня по слову их». То есть, он говорит, давай вы должны быть настолько едины, когда мир вас увидит. Он захочет быть в вашей атмосфере. Он говорит, они да будут в нас едины, да уверуют мир через это единство, что ты послал меня. Иисус говорит, что если у нас будет единство в церкви, то в этом есть сила. И здесь уже не нужно будет громко говорить или на улицах доказывать кому-то, что наш Бог самый правильный. Когда мы живем в единстве, в единстве есть сила благовестия. Сила благовестия. Иисус говорит, оттого узнаешь, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. Правильно? И также Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, весь мир Бог возлюбил сразу. Отдал Сына Единоводного, чтобы всякий, все спаслись». Он не направлял определенное направление, например, на определенных людей. Он говорит, чтобы все спаслись. Я всем даю шанс, кто в меня верит. И мы показываем веру в Бога через наше единство. Бог всех принимает без исключения. И мы на сегодняшний день, мы как храм Бога живого, и Дух Святой живет в нас, написано так. Его присутствие в нашей жизни, оно должно отражаться через наше единство. Единство друг с другом. Почему? Потому что Бог един. В 11 стихе я опять напомню, что он говорит, «Не тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, так и мы». И 21 стих говорит, «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут нас едины. И цель, да уверует мир, что Ты послал меня». Мир уверует в Бога через наше отношение между собой, как мы ведем себя друг с другом. Мы призваны возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Так написано в Писании. Мы призваны возвещать его совершенство, его единство, показывая здесь, на этой земле. И единство это не значит, что мы должны, например, закрывать глаза на греховные вещи или на беззаконие. Но мы можем обращать на это внимание с любовью. Мы можем проявлять единство, показывать людям, кто такой Бог. И люди будут меняться из-за этого. Потому что в мире темнота, в мире зло, и мы должны светить в мире. И люди, когда будут смотреть на нас, как церковь, они говорят, «Вау!» И это непонятно. Как они обращаются друг с другом? Почему они такие дружные? Почему они вмещают себя? Как они могут делать одно дело? И как они могут не мешать друг другу? Потому что он говорит, «Они едины, как и мы». Творец, когда творил землю, он не спорил друг с другом. Они все творили в гармонии. Несколько мест Писания, и мы будем заканчивать. Филиппийцам 2 глава, 2 по 5 стих. Филиппийцам 2 глава, 2 по 5 стих. Постопаев говорит, «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению и тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого в высшем себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Аминь». Слава Богу! Он говорит, что это единство, эти чувствования, эти характеристики должны быть у нас. И какие они? Одни мысли, та же любовь, как у Него, единодушна, единомысленна. Быть целым, быть как спаяны вместе, неразлучными. Знаете, когда мы еще были грешники, когда мы еще не успели ничего сделать для Него, Он уже сделал все для нас. Он уже потрудился, Он уже нас нашел, когда мы еще были там, где-то блуждали в мире. Кто из нас больше, кто из нас меньше. Но мы блуждали, и Господь за нас пострадал, Он отдал за нас жизнь, и Он показал вот это единство, которое было в начале сотворения мира. Они согласились, и они так и сделали. Цель единства – это спасти людей. Цель единства – это спасти людей. У нас должны быть те же чувства, которые во Христе Иисусе. Я недавно прочитал такую выписку, проповедник Джон Пайпер, здесь в Америке есть. Я перевел его квоут на русский язык, и она звучит так. «Христианское единство включает в себя настоящую, жертвенную любовь Христа, а не просто жертву для тех, кто вам не нравится». Я еще раз прочитаю. «Христианское единство включает в себя настоящую, жертвенную любовь Христа, а не просто жертву для тех, кто вам не нравится». Это должна быть любовь от сердца. Мы должны любить всех. Мы не должны унижать друг друга. Здесь говорится, чтобы мы имели одни мысли. «Почитайте один другого в высшем себя», филиппийцам говорится. Мы идем к заключению. Первая Петра, третья глава, восьмой по девятый стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство, а напротив, благословляйте, зная, что вы что к этому призваны, чтобы наследовать благословение». Кто из нас любит благословение в нашей жизни? Все любим благословение. Апостол Петр говорит такие слова, что «Если мы будем иметь одни мысли, если будем сострадать друг другу, если мы будем братолюбивы, милосердны, если мы будем дружить со всеми, смиренны будем, не воздавать зло за злом, то в этом есть благословение, и не только благословение, это наше призвание. Это наше призвание. Вот это, что я прочитаю, единомысль, сострадание, братолюбие, милосердность, дружелюбность, смиренно мудрее, это наше призвание. Я недавно видел картинку такая, на интернете была, и нарисована церковь, и две дороги, одна, люди с одной стороны выходят с церкви, а с другой стороны заходят в церковь, и с одной, где они выходят в церкви, написано, мне не нравится, как там обращаются со мной. С другой стороны, люди идут в церковь и говорят, мне не нравится, как там со мной обращаются, и они идут, и они находят убежище в церкви среди народа Божьего, Потому что у нас, потому что здесь в церкви есть единство. Я здесь попросил одну сестру принести мне такую вот коробочку. Я вам картинку не буду показывать. Я вам покажу только вот этот один кусочек. Вы можете увидеть, что здесь за картина нависована? Не видно ничего, да? Но в этой коробочке тысячу пазлов. И мы не можем увидеть картину из-за одного пазла. Как я говорил, изм, вот эти вот, эгоизм даже. Когда мы превозносимся друг на друга и требуем от других, чтобы они делали только как я хочу. И мы забываем нашу цель. Наша цель призвать людей к покаянию и прославить Бога. Это когда один пазл выступает и говорит, что вот посмотрите на меня. Я, это церковь, меня слушайте. А у меня вот, может быть, уголки немножко острее. Я, может быть, немножко, краски немножко лучше на мне. В американской, в Америке есть такая пословица «United we stand, divided we fall». Когда мы вместе, мы стоим. Когда мы в рознь, мы распадаемся. Как мир может увидеть картину Иисуса Христа, когда он видит только один кусочек этого пазла? И вот, вот, картина, вот она. И он где-то вот в этой картине. И я просто хотел вам показать, что когда мы не едины, мы просто сами по себе, мы в разброс. Если даже мы лежим в одном месте, на одном столе, нельзя увидеть картину, пока мы все не станем едины, пока мы все не соединимся и не станем одним. Иисус сказал, что если царство разделится само в себе, оно не устоит. Как церковь мы должны стоять вместе. Мы не должны разделяться. Если мы будем как одно, как церковь, как это неразрывное, нераздельное, то мы будем стоять и будем показывать эту прекрасную картину Божества, который Бог нас призвал к этому. И мы просто не сможем показать эту картину, если мы будем сами по себе. Они да будут в нас едино, да уверуют в мир, что Ты послал меня. Аминь.